Здравствуйте, дорогие мои книжечки! Продолжают меня радовать, а также вас, судя по вашим комментариям, наши гости. Сегодня вот к нам пришли девочки, молодые девочки, которые совершают невероятные вещи. Во-первых, нашли наш, не могу сказать, магазин, наше место. Во-вторых, они читают книги. В-третьих, они читают бумажные книги. То есть, вот такое невероятное событие сегодня продолжается у нас происходить. Сейчас мы с вами, быстрее я с ними побеседую, они расскажут вообще, что читают, и нафига это им надо. Вот, грубо говоря. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Арина. Меня зовут Мария. Сколько вам лет? 15. 15. Еще моложе Игоря мальчик, который приходил, вот 15 лет девчонцам. Скоро 16 в этом году, да. Невероятно. Невероятный факт. Вообще, вот нафига вам читать, девчонки? Сейчас вы такие вот молодые, красивые, все вот это. Куча телефонов, компьютеров и всякая фигня. Знаете, на самом деле, телефон никогда не заменит книги. И я много общаюсь с людьми, много куда езжу. И все чаще понимаю, что люди, которые читают книги, намного больше отличаются от людей, которые сидят в телефоне круглыми днями. Чем? У них шире кругозор, они знают больше, у них более богатый язык, и эти люди обычно дышат жизнью, они хотят от нее что-то получать и узнавать. Более точнее анализировать события и давать какой-то вывод им. Так, вам что? Как вот это? Интересно? Неинтересно? Развиваю? Ну, лично, на мой взгляд, мне кажется, нужно читать разную литературу, она развивает тебя с разных сторон, но именно литература мне дает какой-то толчок к новым мыслям. То есть я что-то прочитала, и дальше начинаю развивать свою мысль, и это меня к чему-то приводит потом в итоге. Мысли? Вот послушайте мысли. Я вот дурак уже почти 50 лет, сложно, а вот девчонки мыслят, господи. Я не знаю, за 20 лет это, наверное, у меня вот второй праздник уже такой. Ну уж за последние три года это точно, абсолютно. Просто когда ты получаешь информацию в быстром доступе, например, из интернета, ты её просто поглощаешь, а в книге, когда ты это всё читаешь, тебе приходится это самому додумывать, анализировать, и поэтому какие-то процессы всё-таки включаются в твою голове. Дорогие мои книжечки, вот что я тут долбил два года, вам в двух словах опять рассказали девчонки, по сути. А что вообще из книг вы его предпочитаете? Любовь, детектив, фантастику, фэнтези, классику, и какую классику? На самом деле, мне кажется, все начинают с фэнтези, потому что это легко и где-то на поверхности, но лично я, например, предпочитаю, во-первых, разную литературу, но в то же время более классическую. Ну, вот сейчас что вот отобрали, давайте мы посмотрим. Ну, сейчас я взяла Ремарка «Ночь в Лиссабоне», я читала у него «Триумфальную арку», ну, тяжело, но интересно. И также я взяла Тургенева «Отцы и дети», русская классика, ну, куда же без неё, поскольку... Надо знать. Да. Я вот живу в России, хотя бы... Надо знать. Да, то есть обязан во всяком случае. Да, как минимум приятно прочитать на языке оригинала. Да, потому что случился такой случай, мне пришлось читать Толстого на английском, и это было максимально сложно, и я не понимала, ну, зачем мне читать это на английском, если я могу взять книжку и прочитать это на русском. Вот, вот, ну, вот, видите, смотрите, ещё у нас новые гости, девочки, которые поднимают разницу между бумагой, между гаджетами. В 21 веке. В 21 веке, абсолютно. То есть мы же не против каких-то там гаджетов и интернета, наоборот, тремя руками. То есть мы с вами общаемся через, например, тот же YouTube канал идёт у нас через интернет. Это замечательно. Для работы это... 20 лет назад этого у меня не было. И мне приходилось тратить кучу времени, денег и сил на установление контакта. Вот сейчас. Плюс, вот посмотрите, девчонки у вас 15 лет, фигачат. Вот я в их возрасте, ну, я, конечно, тоже это прочитал, но это было почти 30 лет назад, да. То есть страна была другая, ситуация была другая. И у меня, возможно, будь я сейчас таким, я бы, конечно, хрен бы забил, бы на всё. Ну, не будем в сослагательном наклонении. Очень мне приятно, конечно, сегодня день начался вот так вот замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Приходите к нам ещё. Обязательно. Большой привет всем нашим зрителям. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok